Настраиваем дизайн блога на WordPress, DVPageBuilder, свой кастомный произвольный дизайн без знания кода. Меня зовут Федор Васильев и подробности в этом видео. В прошлых видео мы с вами собрали страницу главная и аналогичным образом вы сможете собрать и другие страницы. Но как настроить дизайн динамического контента, это блок, записи, об этом нужно рассказать. То есть изначально у нас в конструкторе DV идет тема, я ранее тоже об этом говорил, и блок мы с вами вывели. Сейчас он выглядит вот так. То есть вы видите, мы не меняли ни шапку сайта, ни сам блок, подвал только мы делали, вот поэтому он отличается. В принципе светлый блок, неплохой, можно и так оставить, конечно же. Но все-таки хочется показать вам, что можно сделать и свой блок отображения, то есть внешний вид, так как вам нравится. Здесь обычный блок, мы видим две записи, справа идет сайдбар со штатными виджетами. В следующих видео я покажу как их отключить, как поставить сюда свои и так далее. То есть если я зайду в саму статью, в запись, видим есть поле для ввода комментариев. Но здесь статьи нет, здесь только видео, небольшой текст и картинка. Вот, и смотрите как выглядит тот же самый сайт, вот блок у меня, то есть эффекты, другой совсем сайтбар. Возможно сделано некрасиво, но я здесь не старался, просто вам покажу как самостоятельно можно блок поменять. И соответственно запись совсем по-другому выглядит, сзади идет градиент. Возможно сделано, как я уже сказал, некрасиво, просто я тут не старался. Просто не соблюдал цвета, просто тренировался по сути. И в следующем видео тоже покажу как одиночные записи тоже сделал свой дизайн. Чтобы настроить свой дизайн блога, мы переходим в админку нашего сайта, переходим в DVTEM. Если вы здесь первый раз и не знаете что это такое, об этом у меня был урок. Смотрите мои предыдущие уроки, это у меня серийные уроки, я обо всем об этом рассказывал. Я здесь не буду детально останавливаться. Так как блок у нас это контент, контент у нас добавляется вот сюда в среднюю полоску. Я поэтому сюда захожу и нажимаю создать собственное тело. Ну это так дословный перевод. Здесь мы сразу определяемся, мы делаем сайт бар в блоге или нет. Я сайт бар делаю классический, поэтому скорее всего вот этот вариант колонок, соотношение колонок мне подойдет. Я его и выбираю. Дальше нам предлагают разместить виджет или плагин. Дело в том, что если бы не было специальных плагинов, у нас бы не было возможности построить свой кастомный дизайн блога. Так как такой плагин существует, давайте найдем его здесь в списке. Видим здесь плагин блог, выбираю блог. И сразу видим на этой странице отображение всех ваших записей. То есть если вы не добавили на свой сайт WordPress ни одной записи, у вас будет одна только запись «Привет, мир», которая идет по умолчанию. Я добавлял, поэтому мы их уже здесь видим. Слева видим настройки. Здесь немножко расскажу о важных настройках. Тип сообщений. Оставляем записи. Количество сообщений. Здесь читайте подсказки на русском. Сколько выводить, прежде чем появится постраничная навигация. Я отображаю категорию Joomla и WordPress. Формат даты. Длина контента. Показать выдержки. Но на самом деле перевод, не знаю, правильно, нет. Есть такое, когда вы создаете запись в WordPress. Именно вот краткий текст, который выводится в анонсе. Здесь можно выбрать либо показать контент, либо показать выдержки. Но оставляем так. Используйте пост выдержки. Фиксированная длина. Это количество символов. Дальше элементы. То есть, что оставить в блоге? Что отображать? Показать изображение. То есть, если я скрываю, видите, только заголовки и отрывки показываются. Показать кнопку читать далее. Если ставим показать. Вот она читать далее. Позже сможем настроить ей дизайн. Показать автора. Стать и показать дату. Показать категории. Показать количество комментариев. То есть, вот сюда, видите, сразу подставляется. Я включил сейчас комментарии. Вот здесь вот подставляется ноль комментариев. Ну, как обычный блок, WordPress, все здесь настраивается. Показывать выдержки. То есть, как я и говорил, видите, у нас исчезает краткое описание. То есть, здесь это переводится как выдержки. То есть, я считаю, это неправильный абсолютно перевод. Показать номера страниц. Нумерация, скорее всего, страниц. Оставляем показать. Дальше фон. То есть, фон, получается, закрашивается именно вот эта часть анонса. Тут, если вы делаете темный, естественно, потом надо будет позже дизайн заголовок сделать белый. Но пускай останется так для тонировки. Покажу. Вот. Ну и по дизайну. То есть, здесь подсвечивается все. То есть, вот я навожу. Я уже показывал ранее. Видите, рамочкой подсвечивается. То есть, можно при наведении эффектное изображение сделать. Как я вот здесь, например, экспериментировал. Вы видите, и тень появляется, и все, что угодно может быть. Дальше. Сам заголовок делаем. Вот видите, белый. Текст боди. Это у нас анонс. Читать далее тоже белым. Мета. Мета данные. Это то, что когда создана статья, кто выложил статью, категория статьи и сколько комментариев. Да, и всегда забывал в уроках сказать, неприметная такая здесь есть опция. Скорее всего, мало где будет это применимо у вас. Не знал просто в какой урок это вставить. И отдельный урок посвящать я не стал, потому что мало информации. Здесь есть вот такая вот иконочка земного шара. На самом деле, это глобальные опции. То есть, если мы сюда кликаем, смотрите, у нас так переворачивается анимационно. Вот это плашка. И здесь, казалось бы, да, то же самое. Дизайн, расширенный и контент. Здесь ситуация такая. Если вы здесь что-то измените, например, отступы или покрасите секцию, то это применится на этой странице в каждом блоке. Абсолютно. И потом надо будет сюда опять зайти, если вы поймете, что сделали что-то не так, и изменить это обратно. То есть, здесь, скорее всего, вы вряд ли что-то будете менять. Чтобы вернуться назад, видите, теперь вместо земного шарика здесь такая стрелка. Вот так возвращаемся в обычный редактирование. То есть, вот этот земной шарик, если вы поняли, это глобальные опции. То есть, в одном месте меняете, меняется везде. Добавляется, если цвет добавляется, то цвет добавляется, отступы, то значит отступы. Так, возвращаемся к теме урока. Здесь по дизайну я не буду подробно останавливаться. Я рассказал такие базовые моменты. Давайте просто сейчас посмотрим изначально, что у нас получилось. Я нажимаю здесь на птичку. Здесь я нажимаю закрыть, нажимаю сохранить и выйти. Здесь мы видим вот такую вот картину. Здесь не забываем нажать сохранить. Идем на наш сайт, видим наш блог. Надо убедиться, применились ли наши данные. В данном случае видим, что у нас в блоге WordPress и в блоге Joomla никаких изменений не применилось. В обминке нашего сайта мы переходим сюда, видим здесь шестереночка, сюда нажимаем. Находим здесь архивные страницы. Ставим птичку все рубрики страницы. Здесь я птички снимаю сверху. Если у вас здесь где-то еще были все рубрики страницы, одна птичка вот здесь. Сохранить, сохранить. Иду на сайт, обновляюсь. И назначили мы наш дизайн блогу. Вы видите, сайт бар, во-первых, исчез, потому что мы ничего там не заполнили. И видим уже некое отображение нашей наработки, то, что мы сделали. Я нахожусь в блоге Joomla. Если я перейду в другую ветку WordPress, здесь тоже, естественно, все применяется. Единственное, я напортачил. Смотрите, у нас получается в Joomla все статьи вылазят. И Joomla, и WordPress. Если у вас так вот разбиты по категориям, сейчас покажу, как это исправить. Если я перейду в WordPress, то здесь тоже все в кучу. То есть и статьи Joomla, и WordPress находятся и в ветке WordPress, и в Joomla. Мы с вами возвращаемся в настройки. Кликаю по шестеренке. Здесь надо снять галочки и поставить текущие категории. Нажимаем птичку. Еще раз сохранимся, проверим. Не забывайте нажать вот здесь «Сохранить». Иду в WordPress, обновляюсь, и все в порядке. Смотрите, в ветке WordPress две статьи, относящиеся только к WordPress. Перехожу в Joomla. Здесь одна статья, только Joomla. То есть мы с вами отображение анонсов блога, в принципе, уже знаем, как делать. Останется только настроить дизайн. Запись у нас с вами не готова еще. Это будет в следующих видео. То есть смотрите отличия. Здесь я сделал отступы. Читать далее сделал крупнее. Контент сделал весь по центру. Эффекты наложил при наведении. Я думаю, вы справитесь с этим сами. Это находится у нас в дизайне. То есть вы заходите вот сюда по карандашку, заходите в настройки вот сюда, вот в настройки блога, дизайн и настраиваете вот эту часть. Если удобнее, можете вот так вот наводя мышь сюда, видите, маленькие здесь появляются такие кисточки. Заходя по кисточке, кликая сразу попадаете в подробный текст. То есть именно настройки подробнее. Читать далее. Вот видите, я сделал крупнее. Читать далее. То есть я просто детально не останавливаюсь, просто показал. Я думаю, вы уже разберетесь, как более точно настроить под ваши нужды отображения блога. Начало положено. Мы с вами в этом видео прошли плагин кастомного блога, именно анонсов записей. Но это только начало. У нас еще нет сайтбара и не настроены отдельные записи. То есть полная статьи в развороте. То есть когда мы заходим внутрь, вот разворот статьи. Здесь тоже можно настроить отдельно свой дизайн. Это все в следующих видео, не пропустите. Если вас плагин DV Page Builder заинтересовал, приобрести его можете по ссылке в описании к этому видео. Покупая DV, таким образом вы поддерживаете меня. На этом видео я заканчиваю и увидимся с вами в следующем. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok